Да, приветствую. Сегодня мы собрались для того, чтобы сделать разборы. Кому интересно, как создать свой бизнес, я создаю в четырех форматах обычно. Стратегия. Первая – это больше денег из текущего бизнеса за счет либо автоворонки, либо за счет того, что мы можем создать больше и интереснее какие-то маркетинговые стратегии. Вторая тема – это переход на премиум клиента, когда мы увеличиваем чек в своей же нише и делаем так, чтобы у нас был авторский стиль, авторский метод, и показываем, транслируем это клиентам. Это тоже приводит очень хороших клиентов. Третья возможность – это сделать систему за счет системы найма сотрудников и построения команд, так, чтобы не было кассово-оржевов, чтобы клиенты сами нам платили, и мы часть этой прибыли по финансовой модели платили сотрудникам. Мы выстраиваем систему и за счет этого зарабатываем, высвобождая себя из самого процесса производства. И четвертое – это обучающая модель, когда мы помогаем другим людям пройти ту трансформацию, что есть у нас по особой технологии. Это самый, наверное, такой быстрый способ для того, чтобы заработать деньги, перейти на следующий уровень. Все остальные способы тоже важны, интересно, они монетизируют то, что у нас уже есть, наши навыки. И в этом случае только надо будет построить там упаковку, немножко позиционирование построить, привлечение клиентов. В общем, так или иначе, мы либо сами работаем, либо обучаем других это делать. Вот в этих форматах во всех можно найти комбинации, как в любом бизнесе, в любой стратегии построить себе бизнес на сумму от 1 до 10 миллионов. Это мы и сделаем. Приветствую всех сегодня. С вами Станислав Орехов. Сегодня мы работаем с вами, пообщаемся. Я постараюсь вам помочь по максимуму. Покупать ничего не обязательно, это только если захотите. Поэтому можете рассказывать. Я постараюсь вас по максимуму помочь, для того, чтобы у вас была ценность, ясность. Потому что это моя задача, собственно, помогать людям, разобраться в этой всей теме, чтобы можно было просто и легко построить себе систему. Мы поработаем с вами, наверное, около часа. Несколько участников у нас будет. Если вы что-то уже проходили, разбор, либо у вас какие-то там сомнения, либо стратегии нужны, вы сейчас расскажете о себе, о своем продукте, кто вы чем занимаетесь, достаточно коротко, что хотите. И мы с вами побеседуем. Я вам подскажу какие-то вещи, которые вам могут помочь. Дальше, если вы захотите поучаствовать, сможете поработать со мной, с нашим сообществом. Можете просто получить стратегию и идти внедрять. Буду благодарен за тоже отзывы в обратную связь. В принципе, все. Давайте начнем. Кто первый? Я вижу у нас Елена. Остальные тоже поднимайте ручки. Готовьтесь. Елена, привет. Бери микрофон и расскажи немножко о себе. Привет. Меня зовут Богданова Елена. Город Краснодар. В прошлом году я закрыла свой небольшой бизнес. Распустила людей. У меня был небольшой штат. Я дизайнер-декоратор. У меня ателье по пошиву текстиля. И решила уйти в наем. Из этого, из этой истории у меня появилось предложение вести проекты хорики. Причем тот человек, который предложил мне, его зацепили именно мои качества, с которыми я всю жизнь жила. И, ну, видимо, для меня это естественно. И кажется, что все такие. На сегодняшний день я понимаю, что мой бизнес... Лена, какие качества? Скажи, пожалуйста, парочку качеств, чтобы было понимание. Качества. Ну, наверное, какую-то я системность и структуру. Я пока не выстрою структуру от начала и до конца. И я не берусь за процесс. Он мне непонятен. И, наверное, какая-то степень занудства, что я должна понимать каждый этап. Вот что происходит. Может быть, не досконально, но понимать, что происходит на данный момент. И если что-то случилось, то как мы из этого выходим? Какие варианты выхода? Вот, в принципе, я очень боялась на разбор к вам. Почему? Ну, потому что у меня нет даже этих полумиллионов дохода замахнулось на вас. А во-вторых, наверное, это какой-то страх. Наверное, уже, может быть, и возрастной страх. Потому что я не очень понимаю, я не чувствую поколения 30-летних. И я понимаю, что... Ну, и я еще не такая уж бабуля. И мне очень хочется быть в этой струе и почувствовать вот эту вот жизнь, которая уже... Ну, мне 49 лет, и я понимаю, что мы такие динозавры. Динозавры, которые потихонечку отмираем. Вот. И, наверное... Да, да, да. Хорошо. А что этим сейчас мы разберемся? Я думаю. Скажи, пожалуйста. Да. Да. И у меня, в общем-то, почему еще запросы, я замахнулась на вашу заявку. Потому как я понимаю, что те отели, с которыми мне придется работать, это пятерка плюс. Пятерка и все, что выше. Мне нужно ощущение этих... Ну, понимать. Что? Жизнь, вкус, ощущение этих людей, наверное, с кем. Отлично. Что ты хочешь в итоге? Как ты видишь идеальную свою жизнь, карьеру? Я вижу, что я в этой области буду очень высоким специалистом. Хорики? Да. В текстиле хорики. А навыки есть? Ну, что вот текстиль... Что такое текстиль хорики, во-первых? Это что? Это оформление их? Это постельное белье, это полотенце, это халаты, это шторы. А ты чем занимаешься? Поставкой? Или чем? Обшивом? Или чем? То есть в чем продукт, в чем услуга? Я могу полностью делать отшив. И тот партнер, который меня пригласил, у них есть выход именно на мировых поставщиков. Ага. А почему тебя выбирают? У тебя ателье какое-то или что? У меня небольшое ателье, но меня выбрали за качество, потому что они на меня вышли случайно. У них был объект в регионе, и они не могли спешить. Я не могу справиться, потому что компания находится на другом конце страны. То есть у тебя качественно выполненные заказы, и они хотят... У меня качественно выполненный заказ. Они будут посреди при этом, они будут продавать тебе. Так получается? Они хотят, чтобы я стала их соучредителем в компании и вела все направления на юге России и самые ключевые по России. Скажи, пожалуйста, они будут... То есть какая твоя задача в соучредительстве? Делать производство, чтобы у тебя были уже готовые изделия? Либо налаживать контакты и продавать? Что делаешь? Ну, я бы хотела сделать свое производство отдельное без соучредительства. А как соучредитель это просто действительно качественно выполнять все заказы, которые... А почему ты бы хотела свое, а не с ними? Вот смотри, бизнес же состоит из двух частей. Это привлечение глобально, да, и продажа. Насколько я понял, твой партнер тебе предлагает готовый трафик привлечения клиентов. У тебя есть сейчас трафик привлечения клиентов? Мне нет. Зачем ты отказываешься? Это же отличная тема. Если у тебя есть производство, ты умеешь шить. У тебя есть партнер, который предлагает тебе поставки с заказов. Тебе нужно будет организовать такое производство и все. Ну, если я правильно. Так? Ну, суть, да. Ну, ты это делаешь. Это очень хорошая тема. Сейчас начну придумывать все отмазки. Давай. Я в голове понимаю, но я упираюсь в то, что я закрыла свое производство. Именно в кадрах. Именно в кадрах. У нас работает система сдельной оплаты труда. И найти мастеров. Это мастера возраст 50+. Именно швеи. Им надо стабильность. Им нужна или стабильность, или 50+, они уже устали и, соответственно, по здоровью не могут. Ну, зрение падает у многих. Смотри, это вопрос решаем с кадрами. Если у тебя есть заказы, если у тебя есть производство, если у тебя есть станки и места, и система, то вопрос, как найти людей, как устроить систему мотивации, это вопрос технически решаемый. Только это мешает или что-то еще? Ну, то есть веришь ли ты, что можно с другой системой мотивации найти других кадров, которые могут делать изделия нужного качества? Есть ли такие вообще люди в целом в мире или там в регионе или где-то? Ну, наверняка они есть. Окей. Ну, то есть задача, получается, их найти, обучить и привлечь. Ну, привлечь и обучить. Так? Да. Это и есть задача, которую ты решаешь, благодаря твоей системности. Насколько я понял, это то, за что тебя ценят твои партнеры. Тоже, насколько я понял. Да. Этим справишься или нет? Ну, если бы ты поставил себе задачу. Ты знаешь, как с этим справляться? Ну, да. В объеме, да. Отлично. Так. Ну, тогда что получается? Тогда просто получается, что у меня очень много рефлексии какой-то своей личной, из-за которой я все тормаживаю, начинаю пугаться сама себя, что я такое могу. Да. Если ты уберешь, примешь решение, что все, ну, я просто тебя слушаю, я первый раз вижу, слышу, и я, для меня это логичное просто действие. Окей, мне предлагают готовых клиентов и использовать мои суперкачества системности для того, чтобы наладить производство. Отлично. Если у меня будет поток клиентов, то я организую производство, потому что у меня будут деньги на это, у меня будет стабильность. Так получается. Да. Вопрос договоренности только. Как договориться правильно и как не принижать себя и свои заслуги. А дальше система. Система найма. Построить систему найма, систему управления, систему квалификации, систему контроля. Поставить человек, который будет этим управлять. Вот это вот сделать, по сути. Так все просто разложили. Ну да. Ну, что ты не делаешь, это, естественно, там, скорее всего, какие-то есть особенности, страхи или что-то еще. Давай к ним вернемся. Что у тебя там внутри может быть? То, что ты сказал, я тебя остановил. Почему не делаешь тогда так? Наверное, я упираюсь сразу в финансы. Я боюсь озвучить, какая мне нужна сумма, чтобы запустить это производство. Знаешь или боишься? Я ее еще не знаю. Отлично. А можно ее посчитать? Да, можно. Да. Если ты посчитаешь и будешь знать, то у тебя будет страх партнерам сказать ее? Ну, здесь уже нет. Не будет? Не будет этих страхов. Считать надо? Да. То есть, окей, ты считаешь сумму, говоришь партнерам. Ты сможешь с ними заключить правильный контракт на работу? Ну, нужно постараться. Хорошо. Да, постараться. Давай еще тогда я тебя спрошу. Это вообще реально то, чем ты хочешь заниматься? Или то, что тебе подвернулось? Вот ты в жизни именно этим хочешь заниматься? Есть ли у тебя тут именно горят ли глаза потенциал? Да. Понятно. Именно этим ты хочешь заниматься? Да. Да, я именно этим хочу заниматься. Супер. Если бы ты это все сделала, тебе бы, ну, насколько я понимаю, партнеры тоже они инвестируют или с тебя просят деньги? Они инвестируют в этот проект? Они инвестируют в этот проект. Тем более замечательно. Получается, тебе нужно сделать бизнес-план, и как ты быстро окупишь их инвестиции при определенном привлечении клиента с их стороны и при организации твоей работы. То есть поставить именно стратегию. И дальше понять, сколько ты будешь зарабатывать, сколько они будут зарабатывать, все это просчитать. Да. Окей. Есть понимание, что делать? Да. Считать. Да, смотри. Если ты хочешь посчитать, в принципе, тут все понятно, все ясно, вот то, что я тебе сейчас сказал. Если какие-то вдруг еще будут там страхи или там сомнения, либо ясности какой-то не будет, давай так, приходи ко мне, ну, лично индивидуальный разбор, вот, я тебе покажу, или мы сделаем с тобой вот этот вот план, да, чтобы ты смогла презентовать его заработать. Вот. Но если ты намерен именно там со мной идти, я тебе помогу это все сделать. И часть инвестиций, которые тебе, или которые дадут люди, вот, мы тоже, я смогу в этом проекте поучаствовать каким-то образом. И смогу либо с тобой пройти обучение в качестве там наставника, либо тоже какое-то соучастие получить. То есть тема интересная, классная, вижу, что его можно запустить точно, у тебя есть потенциал, есть немножко страхов, которые надо убрать, и стратегию дать, по которой идти, и сделать КП, вот это коммерческое предложение для инвесторов, провести переговоры. Все это можем сделать. Вот, если захочешь, тогда приходи ко мне на разбор, мы с тобой поговорим уже отдельненько. Хорошо, спасибо. Хорошо? Все? Да. Тогда напишешь Василине, тогда мы с тобой договоримся. Все нормально? Как тебя? Не страшно? Да, я вся, просто, мне кажется, пара идет отовсюду. Спасибо за этот шаг. Все, давай, пробуй, ясность, если есть, отлично. Спасибо. Так, давайте, ребята, кто дальше, кто готов, кто подключился, мы разбираем ситуацию, как вам двигаться дальше, заработать денег, выбрать направление, подсказываю. Кому могу помочь, приглашаю там на личную встречу, и потом уже побеседуем. А так разберу общую тему сейчас, подсвечу какие-то стратегии. Кто готов? Давайте. Кто самый смелый? Здравствуйте, Станислав. Да, привет. Услышно меня, да? Да, да, слышно. Я готов, в принципе. Расскажи немножко о тебе, чем занимаешься, что хочешь. Ну, я занимаюсь дизайном интерьеров, занимаюсь уже довольно давно, 16 лет в этом году исполняется, так сказать. Отлично. Ну, я обучалась на дизайн и на строительство, то есть я инженер по образованию и дизайнер. Мне эта профессия очень нравится, да, но так сложилось, что мой путь, он выстраивался больше с клиентами на Виверно, эконом, средний, такие клиенты были. Да, и с течением времени стали появляться бизнес-клиенты. Вот. Было в голове очень много каких-то, так скажем, своих личных затыков, страхов и так далее. Поэтому я решила как бы заняться собой, своим внутренним миром, проработать все вот эти моменты, которые внутри как бы сдерживали, да, мой потенциал. Вот. И два года я практически не вела совсем аккаунт в Инстаграм, ну, как бы работа была, клиенты есть, то есть по сарафанке все приходят, а там Инстаграм я не вела. То есть личного бренда как такового его сейчас нет. И сейчас я начинаю все с нуля после того, как я пересобрала там себя внутри, да, сейчас нет этих страхов и затыков. Есть цель, к которой хочется двигаться. Я хочу развиваться и в дизайне интерьеров, и в предметном дизайне. Вот. То есть мы уже нашли партнеров для того, чтобы делать предметные, ну, предметы, в общем, дизайнерские. Вот. И сейчас пока юридические моменты решаем. Сейчас такой вопрос, как бы, да, что я два года не вела вот этот аккаунт. И сейчас нужно, получается, выстраивать личный бренд. Ну, как бы, немного есть такая растерянность, как бы, что делать вообще мне со своей страницей, со своим аккаунтом, личным брендом, как позиционировать хочется. И плюсом еще нужны, как бы, деньги на развитие вот этого нового направления. Соответственно, я понимаю, что, ну, как бы, больше, наверное, уровень бизнеса и премиум, да, нужны клиенты для того, чтобы быстро достичь той цели, которая сейчас передо мной стоит. Какая цель перед тобой стоит? Ну, вот, открытие вот этого нового направления по предметному дизайну, то есть запустить его хочется, но на это нужны, понятно, вложения. То, что были какие вложения уже выстрачены, то есть у нас и товарный знак уже сделан и так далее. Много моментов пришено, но сейчас еще требуется вложение. То есть, да, в основном, основная идея предметный дизайн запустить, а не дизайн интерьера. Дизайн интерьера – это способ, как заработать денег, чтобы запустить предметный дизайн. Ну, и то, и другое, да. То есть, в дальнейшем я хочу посмотреть, как бы, какое направление мне будет ближе и в него, как бы, еще больше… То есть, провести какие-то тест-драйвы. Да-да-да. Зачем такие сложности? Ты же можешь и так выбрать. Ты можешь психологически либо просто посидеть, подумать, какое направление тебе больше нравится. Это же просто же, ну, плюсы и минусы каждого направления. Ты хочешь вроде как построить, инвестировать деньги, много сил, внимания, энергии, чтобы только понять. То есть, это немножко, мне кажется, неразумно. Почему бы не понять сейчас? Когда ты работаешь с премиум-сегментом, ты сама реализуешься, сама руками работаешь, сама общаешься с клиентами. Плюс в том, что это твое творчество, и ты делаешь, да, и работаешь с людьми. Предметка – это ты создаешь в продукте и на производстве. Там другие навыки, другие компетенции. Ну, то есть, нужно понять, какие твои компетенции, что тебе больше нравится. Или и то, и то хочешь делать. Ну, тогда какой последовательности? Ну, пока и то, и то. То есть, пока у меня и желание, и в дизайне, да, есть. Хорошо, одновременно или последовательности в какой-то? Я думаю, что одновременно. Вот больше ты затыкал вообще как… А времени хватит на все это и денег? Ну, да. Хватит. Сколько у тебя сейчас времени свободного в день? Ну, часа четыре, наверное, есть. То есть, два часа ты занимаешься или там четыре часа в день одним направлением, четыре часа в другим? Да. А почему именно… Ну, то есть, ты понимаешь, что ты путь в два раза удлиняешь? То есть, ты можешь запустить предметку либо дизайн за два месяца, а если ты два выше одновременно, то у тебя займет полгода. Это нормально? То есть, если одно за другим, у тебя будет четыре месяца. Если два, переключай внимание, то шесть. Ну, нормально так? Ну, в принципе, да, в принципе, время-то сейчас есть. То есть, у нас по товарному знаку время есть, в общем, чтобы это сделать. Ну, и плюс, когда мы сейчас начали в предметке вот эти все моменты разбирать, да, как это все реализовывать, потому что предметкой как таковой я занималась только вот реализацией проектов, да, там какие-то предметы мы делали, а когда это уже на уровне производства, серийные какие-то вещи запускаются, там очень много нюансов таких, ну, тонких моментов возникает. Вот, поэтому, чтобы вообще коллекцию какую-то выпустить, очень много нюансов отможно, в общем, этапов пройти, чтобы вообще что-то вышло на рынок. Отлично. Так, что хочешь, какой вопрос? Ну, кажется, тебе свой план есть, что ты два проекта запускаешь, и как ты их тестируешь? Что хочешь узнать? Или какой вопрос? Да, вопрос, наверное, больше по личному бренду, да, собственно, я вот пришла, да, на встречу. Как это в личном бренде? Да, как это в личном бренде, как это позиционировать вообще сейчас, если еще предметка не запущена, да. Зачем в личном бренде? В принципе, уже для того, чтобы, ну, личный бренд, он решает как раз-таки вопрос популярности, спроса и на продукт. В дальнейшем, да, проще будет, больше спроса. Плюс по дизайну интерьеров тоже больше спроса будет. Ты хочешь и продукт, и дизайн интерьера продавать как через личный бренд? Да, да. Понятно. А как ты поймешь, что у тебя личный бренд уже достаточен до того, чтобы продавать, ну, как, на отбавленную стоимость, или чтобы люди приходили через личный бренд? Как это будет выглядеть? То есть, вот, я клиент, я хочу купить какой-то предмет. Что ты продаешь? Ну, коллекции мебели для комнат. Вот мебели хочу купить. Какой мой план, как я с личного бренда дохожу до покупки коллекции комнат, как ты видишь? Здесь, наверное, больше про утепление вот этого контакта, да, с людьми. Ну, когда есть личный бренд, они проникаются к личности человека, да, и проще идут на контакт, и больше доверия, и, соответственно, покупок. Супер. Хорошо. А как ты видишь свой личный бренд? В чем твоя особенность, в чем твоя уникальность? То есть, в целом, да, все правильно. Ты за счет личного бренда делаешь разные продукты, у тебя время на них есть, мы сейчас туда не погружаемся. У тебя получается личный бренд, задача за счет него потом уже все двигать. Тогда вопрос, как ты видишь и как ты поймешь, что твой личный бренд готов, что вот, да, теперь мой личный бренд готов. И что в этом случае должно быть? Наверное, наполненность блога... Блог наполнить. Да, наполненность блога, наверное, необходимыми смыслами, которые будут раскрывать меня как личность, как творческого человека, как профессионала. Да, вот несколько, наверное, вот этих моментов должны быть раскрыты блоги. То есть, какое-то место, куда попадают люди, прогреваются твоими ценностями, смыслом и дальше смотрят. О, что можно еще там купить? У Насти, да? Где вам? Что она продает? Супер. В этом всем очень важная тема, смыслы понятны, ценности понятны, история, это все можно сделать, это техническая работа. К этому всему должно быть постоянное привлечение новых клиентов. Неважно на что, это на продукт, на дизайн интерьера, в данном случае на твой блог, на твою личность, на персональность. То есть, по сути, тебе нужно будет набрать новых клиентов, чтобы они потребляли твои ценности. У тебя есть понимание, где ты будешь новых клиентов брать на свой блог или свои ценности? Ну, пока я вижу только, как бы исходя из контента, сейчас, если продвигаться в Инстаграм, ну, если эту площадку рассматривать, то там приток клиентов, это рилсы видео. Тебе подходит это? Ну, в принципе, да. Вообще, есть четыре варианта. Рилсы можно YouTube продвигать, смыслы такие же, да? Можно платить рекламу, просто закупать трафик блогеров, либо там в пабликах. И можно использовать выступление, нетворкинг, чтобы тебя знали и тоже приходили. Вот всего четыре варианта, больше не бывает. Из этого всего ты рилсы выбираешь. Ну, рилсы вот сейчас рассматриваю YouTube, то есть с этой площадкой пока вообще не сталкивалась, и как бы что-то там транслировать тоже пока не знаю. То есть нужно, наверное, изучать вот эти моменты. Видео, уроки тоже записывать. То есть все то же самое, только в рилсах там коротко, а в YouTube у тебя будут видео длинные, как условно, 15 минут, может быть, 10 минут, где ты рассказываешь какую-то тему. Там есть тоже ты. Там прикол в чем? Рилсы YouTube в том, что они тебя сами пушат. Тебе нужно сделать классную обложку, которая привлекает много людей, и ты попадаешь в рекомендации. И дальше через рекомендации по сценарию они смотрят то, что ты хочешь сказать. Пока они потребляют контент, они пригреваются с твоими ценностями. И потом уже приходят на какой-то продукт, ну, смотреть, кто это написал. То есть так ты становишься известный. То же самое работает через выступление. Если тебя приглашают куда-то, все здесь классная тема. Например, я вот сейчас ездил с мероприятием в Иркутск. Там была тема, как дизайнерам продавать, как найти уникальность. То есть люди даже готовы платить за это, приглашать. Дальше там уже люди подписываются, пишут запросы, подписываются на канал. То есть 100 человек можно взять. Там было 200 человек, вот 100 человек подписалось, бонус попросили. То есть вот так можно подписчиков получать. То есть учитывая, что каждый подписчик стоит, ну, например, там 100-200 рублей, да, уже там у тебя, ты наоборот не потратила, а заработала. И еще два человека оттуда покупают сразу, например. То есть если ему будет что продать, например, там, либо личную работу, либо какую-то трансформацию. То есть если добавишь туда немножко свой, знаешь, свой метод обучения, у личного бренда обязательно должно быть обучение, обязательно должны быть последовательности. Это прям, ну, необходимо. Даже не столько для денег, хотя если деньги это несет, тоже хорошо. Но вообще у тебя какая-то методика должна быть. Это критически важная характеристика личного бренда, что за тобой идут, у тебя есть методика, и твои ценности ложатся в некую структуру. Вот, и поэтому это тоже можешь монетизировать. То есть в целом рабочая схема, и теперь вопрос, как продвигаться, я думаю, особо не стоит. Это YouTube и Reels. И там надо сделать так, чтобы ценности твои раскрытые, и твоя методика, твое обучение, либо твое видение, либо твоя философия, она была интересна людям. И тогда они будут это употреблять. Все, и дальше просто рутинно записывать видео, либо с человеком, который будет сопровождать. Вот у нас Василина, например, сопровождает. То есть она может сценарий делать, и все. Я делаю такую вот концептуальную распаковку и понимание, какие цены тебе подойдут. Ну, то есть курирование со стороны можно посмотреть. Вот это вот все можно сделать. Ну, вот, наверное, я бы так делал. И тогда уже через это ты, как блогер, можешь все, что угодно продавать. Там, например, у меня и дизайн есть, у меня обучение, у меня есть не по дизайну, там консалтинг, есть систематизация, есть как лично бренд сделать, как конференцию, книгу. Ну, то есть у меня около 10 разных проектов, и все идут через эту же ценность, потому что люди видят, что я системный, быстро соображаю, умею делать, довожу до результата. Ну, то есть вот эти ценности транслируются. Вот, так же и у тебя может быть. Очень хорошая тема. А вы на эти направления, получается, у вас на каждое направление своя команда, или это как бы одни люди? Я один вообще. Вы все успеваете. У меня просто личная работа. Ну, как, нет, ну, где один? Вот, допустим, я не веду Reels. Как мы сделали? Вот мы с Василиной ведем, мы распаковали, что нам нужно давать. Я придумал такую схему в тот момент, когда я веду саму работу, например, вот эту вот обратную сейчас я ждаю, да, из этого можно вырезать какие-то интересные кусочки и размести тоже в Reels. То есть мне делать уже не надо. Я один раз создаю контент в течение часа, но я каждый день делаю какой-то контент, либо что-то записываю в рамках работы. Иногда я делаю проекты, и я прямо в этих проектах там что-то могу показать, рассказать. Моя задача – знать свои ценности, это моя работа, и уметь их быстро сформулировать в видеоформате, потому что видеоформат вирусится. Сценарии могут сделать люди, помочь. Дальше надо сесть, просто записать. То есть можно раз в месяц садиться и записывать там 30 роликов сразу же на какие-то темы. Это уже команда делает. Но вот по сути, когда я говорю там «я один», у тебя один раз встраивается твой личный бренд, потому что это твой же личный бренд. Ты знаешь, что нужно, как только ты понимаешь. И ты ведешь, с одной стороны, постоянно свой блог показываешь, твои ценности, чтобы люди, подписанные на тебя, прогревались постоянно. Они приходят не сразу, через один, два, три месяца, через полгода. И второе – ты привлекаешь новых людей. Вот две задачи ты решаешь. И дальше уже внутри на эти задачи ты берешь команды. У меня есть команда «Васелина», по другому направлению другие люди, по дизайну архитектор у меня, по книге и по написанию текста у меня еще люди. То есть мы работаем только с людьми, которые дальше уже распаковывают это в остальное. Все заинтересованы по финансовой модели, по системе ты прописываешь. Вот так будет работать. Вот эту систему можно сделать, вытащить твои ключевые смыслы, описать свою аудиторию по каждому проекту, описать свои ценности и дальше создавать контент. Вернее, контент создает команда, а ты записываешь и транслируешь. Вот так вот у тебя бесконечный трафик получается, не требующий денег. А трафик переходит, допустим, с Ютуба на Инстаграм или с Инстаграма на Ютуб? Частично, да, переходит. Но это неважно, потому что ты сделала контент, у тебя две воронки. Ты убираешь что-то одно, и они приземляются на одно и то же, на разбор. То есть ты и там, и там пишешь, что приходи ко мне для того, чтобы как-то повзаимодействовать. Либо купи какой-то курс, либо закажи у меня бесплатную консультацию. То есть ты делаешь тест-драйв некий, чтобы с людьми проводить. И вот уже могут работать либо твои люди, команда, то есть ты можешь записывать к своим людям, кто у тебя осуществляет продажи или взаимодействие. А можешь к себе, тут уже как хочешь. У тебя есть и личная работа, у меня есть и личная работа моя, и работа ребят, которых я учу тоже по моей технологии. Я сейчас взял несколько учеников, хочу свою технологию полностью передать, чтобы они могли делать разборы, делать контент, вести. И я буду давать им клиентов, которые они будут вести. У меня такая задача. Пока веду сам. Ну я ее сейчас решу через несколько месяцев. Люди, которые сейчас заходят, они будут вместо меня вести, а я буду давать клиентов за 50%. Очень выгодно. То есть так ты себя масштабируешь. А студия у вас, получается, работает так же, продолжает? Да, да, да. Там у меня отдел производства, у меня есть система описана, и мы ведем проекты, вот мы сейчас делаем разные проекты в системе такой. Есть архитектор, есть дизайнер и есть команда. Есть заказчики, которые пишут мне. Я выясняю потребность, что нужно, согласовываю стоимость у команды, делаю коэффициент, у меня x2, то есть в два раза больше, чем стоимость работы, я называю клиентом. Вот он соглашается, назначаем сроки, и дальше команда работает. И уже они сами с клиентом работают. Я только основную вот эту концепцию и договор делаю. Это все простроено, поэтому это уже так работает. Тоже структура получается, когда сформировано. Тогда просто я могу туда не посвящать время. Это самое важное. Чтобы не только креативу и созданию нового. Вот это самое ключевое. А это решается системой. Многие думают, я сейчас систему сделаю, и у меня, в общем, творчество идет. Ничего подобного. Система как ничто другое активизирует творчество. Потому что можешь заниматься самим творчеством, а всю рутину отдать. Вот многие этого не понимают. И даже упрекают систематизацию в этом. Ну, просто пока не дошли до этого момента, когда дойдут, удивятся. Да, согласна. Супер. Что делать будешь? Ну, надо, получается, сейчас привлекать новую аудиторию. Раскрывать смыслы. И вот, да, по YouTube тоже, ну, как бы не было такой задумки. Сейчас вижу, что это тоже может быть актуально. Ну, первично две вещи имеет смысл делать. Это сделать полное понимание твоего клиента. Описание такое прямо у тебя, целевой аудитории прямо должно быть. Второе, кто ты, полную распаковку себя с разных точек зрения. С эмоциональной, с профессиональной, с эзотерической, может быть, даже. Ну, со всех. Со всех сфер, которые есть. И найти объединение. Дальше важно сделать продукты. У тебя два продукта, вот эти вот первых. И цепочку продуктов. Соответственно, как люди приходят, как они вдохновляются. Даже если еще нет, уже можно про это рассказывать через свои ценности. В общем, придумать стратегии, как это делать. Вот. И из этого уже начать оформлять свое новое видение, позиционирование. И уже... Получается... Получается, люди все равно приходят, как бы, на мои ценности. Мои люди, получается, приходят на мои ценности. Я уже правильно понимаю. Да. Они хотят либо получить продукт с этим связанный. Они у тебя покупают, потому что ты им нравишься лично. По каким-то причинам. Они не могут это объяснить. Либо они хотят быть такая, как ты, и пройти твой путь. Если ты пишешь там про личные трансформации, любые. Допустим, что там тебе было сложного, ты справилась. Ты показываешь свои качества, сильные. И эти сильные качества их притягивают. И они хотят тоже получить эти сильные качества. Так ты продаешь личную работу. Я бы еще добавил третий продукт. Это, если ты хочешь брендом, у тебя обязательно надо личную работу делать. А что имеется в виду про личную работу? На самом деле. А, то есть работа над собой, да? Да. Потому что это притягивает. Лично бренд – это про то, как ты прошел какие-то кризис, трансформации и сделал свой продукт. Вот как ты сейчас рассказываешь. Я вот два года не знал, как делать, например, вот эту тему, да? Как соединить. Я знаю, я соединяю. И даже рассказывать, как ты соединяешь, будет привлекать людей, которые тоже не знали и не знают до сих пор. А ты уже знаешь. И ты когда делаешь, они видят результат. Они говорят, супер, я тоже так хочу. Но не готовы начать. И приходят к тебе. Они готовы за это платить, чтобы ты их провела. Потому что они знают даже как надо, может быть, теоретически. Я же не сказал ничего нового. В целом, ну, все понятно. Но люди не делают. И вот надо взять прям, чтобы они прям с тобой взяли и сделали. И они будут это делать. Только если придут к тебе и заплатят. Сами не будут. Как проводник получается. Это свойство личного бренда. Если ты строишь личный бренд, без этого, ну, это как обязательная необходимая вещь. Потому что личный бренд – это лидер. А лидер, он по умолчанию, у него есть цель. И он идет к цели и ведет людей к цели. Все. Поэтому это надо запроектировать туда. Да. Супер. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень вообще рада общению, личному взаимодействию. Отлично. Взаимно. Все. Если нужна будет помощь, захочешь пройти этот путь тоже, приходи, обсудим. Хорошо? Хорошо. Да, благодарю. На разбор тогда пройдешь, если соберешься уже персонально, там, не в группе, а индивидуально поработаем там со страхами или еще чем-то, если нужно будет. Ну, если там вдруг есть в приватной обстановке. Хорошо. Благодарю. Спасибо. Супер. Кто еще? Давайте, вижу. Елена с нами. Привет, Лена. Лена, ты тут? Звук? Микрофон? Да. Добрый день. Привет. Ну, ты включи один раз. Не выключай. Я включила, но почему-то ничего не происходит. Слышно? Слышно. Да, да. Отлично. Привет. Я себя не слышу, поэтому не поняла, что происходит. Очень рада присутствовать здесь со всеми вами. Добрый день, Станислав. Добрый день тебе. Добрый день. Меня зовут Елена Теплова. Я занимаюсь проектированием с 2001 года примерно. Мне 29 лет. В принципе, я хотела поговорить о продвижении личного бренда. Как раз вот то, что только что обсуждалось. К сожалению, проблемы с подключением были и много пропустил. Возможно, сейчас буду с чем-то повторяться. Повторяться не будешь. У каждого все равно ситуация своя. То есть у тебя свои какие-то идеи. Да, давай расскажешь. Ты хочешь добиться? В какой ситуации ты хочешь прийти? Я занимаюсь проектированием уже давно. И достаточно протяженный путь прошла. И отбросить ложную стройность, в принципе, уже достаточно много достижений за плечами. Я участвовала в многих конкурсах, где и международный, и городского уровня, и российский, где заслуживала не только поощрительную часть, но и первые места, вторые места были. Я участвую в некоммерческих проектах часто. Ты по дизайну делаешь? Да, я занимаюсь проектированием интерьеров. И ты побеждаешь в конкурсах. Давай историю своей жизни можно сократить. То есть в целом понятно, да? Скажи, куда ты хочешь прийти. Я хочу продвигать личный бренд. Как показывает практика, я это делаю как-то очень сильно неправильно. Личный бренд? Это инструмент. Да. Чтобы понять, какой инструмент и как использовать, как именно для тебя его использовать, очень важно понять, для чего ты этот инструмент применяешь. Понимаешь? То есть ты говоришь, я хочу использовать молоток. Я такой, окей, для чего? Ты можешь по пальцу ударить, врага отогнать, а можешь дом построить с этим инструментом. Что ты хочешь получить с помощью личного бренда? Конечно же, продвигать свои услуги, находить заказчиков, с которыми... По дизайну. Да, хорошо, комфортно работать. Кстати, и которые готовы платить. Сколько? Сколько. Да, тут еще тоже, наверное, вопрос, который следует поработать. Я так понимаю, что ориентируясь на цены, которые даже у нас там не приняты, я вот почему-то... Сколько хочешь. Не надо... Сколько хочу. Я же спросил. Простой вопрос. Сколько хочешь? Ага. Не надо ориентироваться на что-то. Десять тысяч квадратный метр хочу, допустим. Десять? Да. Отлично. Это что за объекты, что за клиенты? Есть понимание, которые заплатят десять тысяч или которые сейчас платят? Может быть, не тебе. Но есть понимание, что это за клиенты? Что значит, что за клиенты? Это люди, заинтересованные в качественном продукте, с которыми у нас совпадает видение конечного результата, которым я могу помочь получить то, что они хотят. Какой у них сейчас объект и что они хотят? Что ты можешь помочь получить? Это квартира или дом в современном стиле с максимальным уровнем комфорта, который можно получить за вкладываемый бюджет. А сколько они вкладывают в бюджет? Сколько они вкладывают в бюджет? Какой у них дом? Ну, они должны вкладывать, наверное, порядка двухсот тысяч за квадратный метр. Это полностью... Отлично. А сколько метров квадратных у них всего? Ну, могут быть очень интересные объекты и небольшие от пятидесяти квадратов, а предела тут нет. Да. Ну, это маленькая квартира. Следующий такой идеальный заказ. Вот давай ты просто не бери видение опиши. Я хочу работать с таким-то клиентом, который, допустим, это или дом, или квартира стоимостью миллион долларов, например, который вложит в дизайн и ремонт тоже 500 тысяч или миллион. Ну, сколько это должно быть? Как ты видишь? Так, я вижу идеального клиента площадью порядка, так, объект, квартира или дом площадью порядка ста и выше квадратных метров с бюджетом от 200 тысяч квадратных метров. Это сколько у нас получается? Два миллиона? Ой. Двадцать миллионов. От двадцати миллионов. Сто метров двадцать миллионов? Угу. И квартира такая сколько стоит? Сама квартира, ну, понятно, что она может по-разному стоить. Сколько? Ну, допустим, у нас в городе она будет стоить порядка в черном, да? Порядка двадцати, наверное, и будет. Ну, вот, двадцать-двадцать. То есть клиент с бюджетом сорок-пятьдесят миллионов, с которым ты будешь работать и сделаешь ему классный дизайн-проект. Уже хорошо, уже конкретика пошла. Хорошо, есть ли такие люди вообще? Конечно. В Патбуре есть, супер. Они уже заказывают эти проекты, да, и у кого-то? Конечно. У тебя заказывают тоже? Был опыт? У меня близко к этому, но... Еще не это? Да, еще не это. Отлично, а что не хватает у тебя, чтобы было это? Ну, видимо, целевая аудитория. Видимо, нужно просто... Что я тебе определила? Есть люди, которые покупают проекты за такие цены у кого-то. Что тебе не хватает, как ты считаешь? Ну, не хватает выхода на этих людей, не хватает выхода на эту целевую аудиторию. То есть, видимо, мне нужно продвигать бренд сильнее, чем я это делаю. Понял, хорошо. Скажи, пожалуйста, а если они придут, ты сможешь им сам продукт обеспечить? То есть, сможешь ли ты им сделать вот этот вот дизайн, да, и проект на 20 миллионов, чтобы они прям действительно сказали, о, класс. То есть, вопрос не в продукте, да, а вопрос просто, где их найти? Так? Я думаю, что смогу, потому что я очень близко к этому, по результату, но каждый раз сопровождается с максимальной экономией, чтобы не в ущерб визуалу и необходимому уровню комфорта, чтобы найти вот тот баланс, чтобы уложиться. Потому что, в общем, на те квадраты, которые я озвучила, допустим, я хочу 40-50 миллионов, да, чтобы было у человека, а мы, образно, 30, нет, 35. И, то есть, я понимаю, не хватает совсем немного, я вижу, что люди не то, что недоплачивают, они реально вкладывают в свой максимальный бюджет, который могут себе позволить. И мы вот стараемся на эти деньги сделать то, что получается. А хочется более такого расширенного, расширенных возможностей. Хорошо. Вот эти люди с более расширенными возможностями, чем они отличаются от людей, которые приходят к тебе с нерасширенными возможностями? Ну, в первую очередь, у этих людей больше денег, которые они готовы вложить в свой комфорт. Почему они не выбирают меня? Ну, тут два варианта. Либо я недостаточно обладаю недостаточными возможностями для того, чтобы им помочь, либо они просто обо мне не знают. Вот да, хотелось бы еще точнее. Давай так возьмем, невозможностями. Возможности-то вроде как у тебя есть, сколько я понял. То есть ты просто не демонстрируешь эти возможности. Это абсолютно точно, я их, да, я понимаю, что я, как минимум, очень слабо продвигаюсь. Потому что я тебя спросил, можешь ли ты сделать? Ты говоришь, вроде как могу, но вроде как и не точно. То есть эти люди, которые твои клиенты, они чем-то отличаются. По ценностям, по потребностям, по, может быть, там, видению, по поведению, по тому, что они хотят видеть в интерьере. От тех клиентов, которые сейчас приходят. И дело в том, что к тебе приходят люди сейчас, найти ценности и на те материалы, и на то, что ты транслируешь. Именно такие люди, то, что ты транслируешь. Именно вот на 35. Да? Это тоже очень хорошо. Это очень классно. Вот. Ну что, пришли другие люди? Да, нужно транслировать немножко другие ценности, немножко другие, может быть, проекты. То есть в этом у тебя кроется основная тема. То есть поверить и увидеть, что важно этим людям, которые выше, а их что-то отличает. А это исследование именно этой аудитории, то есть понимание этой аудитории. И понимание своего стиля. Потому что люди, которые там плоти дороже, им важно, чтобы они прям считывали свое. То есть я бы поработал именно над визуализацией стиля твоего, как ты видишь, твое видение, именно какое твое видение дизайна. И именно через это, через эти трансляции новых ценностей, они тебя увидят, если ты будешь показывать. То есть ключ всегда в том, чтобы аудитория видела в твоем контенте решение своих запросов. А запросы у них другие. Изменить аудиторию надо, изменить подачу. Того, что ты транслируешь. То есть вопрос не в личном бренде. Это тоже, да. А вопрос, что личный бренд строится на том, для каких клиентов ты работаешь, и какие ценности ты транслируешь. Понимаешь? Конечно. Супер. То есть первое, это точно понять, что ты показываешь им, подходит ли им это. Скорее всего, нет, если они не приходят. И второе, это показывать людям. Как ты сейчас показываешь людям свое портфолио, свои... Как они сейчас к тебе приходят, Скорь, пожалуйста? Как они узнают тебя? В основном Инстаграм и старые заказчики. Отлично. Старые заказчики, ну, наверное, пока не берем, нам нужно новое. Если новое, то Инстаграм, как они приходят? Через рилсы? Публикации, рилсы, ой, вот с рилсами, да. Я уже слышала, что нужно в этом направлении двигаться, но пока у меня их по пальцам пересчитают. Публикации... Публикации не приводят новых клиентов. Новых клиентов приводят только либо деньги, вложенные в трафик рекламы, либо проявления в виде записи рилсов или ютуба. У тебя нет другого способа. Не бывает. Либо личное выступление, знакомство. Приток, как ты будешь людей. То есть у тебя должен быть приток людей и конверсии, их трансляции, чтобы они максимально быстро, смотря твой проект, думали, о, как классно. Я очень хочу прийти к Елене для того, чтобы получить ценность какую-то. То есть какую ценность ты даешь? В чем твоя уникальность? Почему именно у тебя, кстати, стоит заказать? Когда я разговариваю с заказчиком, я делаю акцент на то, что кроме визуального эффекта, огромное значение в интерьере. Уделяю комфорту бытовому всей инженерной составляющей. То есть это должен быть не просто красивый статичный результат, это должен быть очень удобный. Это, короче, все, что дает нам качество жизни. Класс. И они это видят. То есть они это и должны считать. Если это твои клиенты приходят, да. То есть в этом и есть контент. То есть у меня получается не только красиво, но и суперудобно, все продумано. То, что вы не видите визуально, оно важно, и они это подсознательно чувствуют, потому что уже имели опыт, когда красиво, но неудобно, например. И к тебе приходят именно поэтому. Тогда твой базовый привлечение клиентов будет быть такое, что что-то типа того, проверь или узнай, как сделать так, чтобы тебе было комфортно, удобно, а не только красиво. И вот на это ты привыкаешь людей навстречу. Это первая твоя конверсия. То есть новый человек, я тебя не знаю, вообще первый раз вижу, например, но мне нравятся твои мысли, которые ты транслируешь либо в рекламе, либо в рилсах, где ты пишешь примерно следующее, что как сделать так, чтобы... Или остановись, не заказывай дизайн, пока не убедишься, что это красота, еще и удобно. Как это сделать? Три простые правила. Записываешь такой контент, один из. Приходит человек к тебе на контент, на этот, смотрит, а там у тебя написано, слушай, вот это только три правила, а вообще давай посмотрим твой объект и вообще тебя разберем от начала до конца, чтобы у тебя был точно качественный, классный интерьер. Приходи ко мне на бесплатную встречу, на разбор, на то, чтобы понять, что у тебя точно все будет окей. У меня еще 20 решений, которые точно надо применить в доме и в квартире. Он такой, конечно, приду. Вот эту вот первую активность надо сделать. И тогда незнакомый человек тут же, он вчера подписался, через два дня посмотрел контент и приходит. И там ты уже продаешь. Вот это вот такая стратегия, которую важно сделать. То есть точно так же, не в бренде дело, понимаешь, а дело в том, как ты показываешь вот эти ценности через цепочку маркетинговых продаж. Тогда они придут. Понятно. Я как раз примерно в этом направлении и двигалась. Мы сделали квартиру небольшую, как раз 50 квадратов. Можно ее назвать демонстрационной, которая одновременно демонстрационная, в которую вложилась. Конечно. Снять ее как раз можно. Рассказать про каждый уголочек, как ты все сделаешь. Да, да. Вот это сейчас в процессе как раз. Думаю, это будет интересным контентом на Ютубе, как минимум. Брился, не знаю. Это слишком длинный, слишком большой объем. Ну, какие-то нарезки. Надо большой. Делай короткое. Это вопрос формата и умения. Вот Василина у нас хорошо с этим разбирается. Может помочь тебе в этом направлении. Потому что, ну, Ютуб – это одна тема, а Рилс – это другая. Там по-другому надо. Просто они приводят клиентов. Ты пишешь, 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 тебе же это ничего не стоит. Ну, взяла телефон и сняла, правильно наговорила. А же клиенты живые приходят. Вот мы вчера там сделали, Рилс какой-то там просто вот 6 тысяч просмотров и сколько-то там подписчиков прибавилось. Бесплатно. А мы просто вырезали то, что я рассказывал, вот как сейчас полезное. Ну, то есть мне это не требовалось ничего. 500 рублей на монтаж только. Все. Я, видимо, не совсем понимаю механизм продвижения Рилсов, потому что с этой позиции даже не рассматриваю никогда, что Рилсы именно привлекают клиентов, именно далеко за твою аудиторию. Они именно это и делают. Да, вот я уже поняла, да, зачем это нужно. Я не знала об этом. Пока ее не отключили. Возможно, ее отключат. Потому что раньше посты показывались, потом не показывались, сторисы показывались. Сейчас этого уже нет. Сейчас Рилса только единственный возможный вариант бесплатного привлечения большого потока клиентов. Надо сделать просто правильно их. Больше никак. Ну, либо за деньги. Больше невозможно. Отключили все. А за деньги разве в России сейчас работает? Ну, не за деньги Инстаграму, а за деньги Блоги. Интеграция Блоги. Или там за им пиар. Или там хождение на мероприятия. Но это требует времени. Ты либо креатив тратишь свой, создавая ролик, показывая ценность. Либо ты время свое тратишь, ножками ходя и знакомясь по каким-нибудь бизнес-клубам, или там по гольф-полям, или по ресторанам, или с кем ты знакомишься, на творке мероприятия. Либо ты деньги платишь, и у тебя работает команда, через автоворонку привлекает, либо через блогеров. Но это деньги, чтобы у тебя лиды пришли. Тебя надо все равно создать. Версионную цепочку. Вот рилс – это один из способов. Ну, достаточно такой простой, бесплатный. И если делать все правильно, он на регулярной основе в течение месяца начинает приносить заказы. Если ты правильно все позиционировала. А если неправильно, то это в топку будет выпущенное. Деньги. Время вернее. Понятно. Ну что, супер, ясность есть? Ну, как минимум по рилсам, да. И на короткой дистанции прям вообще такой задел. Для творчества. Супер. Для энергии. Куда ты хочешь прийти? К какому доходу? К какому доходу? Ну, вот цифра 500 для начала вдохновляет. 500 нормально? Ну, это просто сделать при таких бюджетах, которые ты делаешь. У тебя же с такого дизайна по 10 тысяч. А, у меня там еще не проблема. Это, наверное, как сказать-то. В общем, я в реализацию, когда я участвую в реализации своих проектов, условиям, то есть не условиям, а бонусами работы, я заказчику предоставляю дизайнерские скидки. И сама... Есть просто некоторые поставщики, которые после того, как я свою дизайнерскую скидку, там максимально отдаю заказчика, какой-то там небольшой бонус все-таки мне оставляют. Это, в принципе, единственный доход. Ну, в смысле, конечно же, авторский надзор оплачивается. Ну, и плюс вот какие-то там небольшие остаточные бонусы. А по максимуму отдаю заказчикам. Ну, собственно говоря, это именно для того, чтобы бюджет к своей цифре, который стремлюсь приблизить. Потому что тех денег, которые изначально есть, их на то, что хочется получить, не совсем хватает. И поэтому поступаем таким образом. Вот. Поэтому, получается, я... Мой доход, это именно работа, которую я получаю за проект. Это проект, за авторское сопровождение, а продажи партнеров, это их доход. Ты так и хочешь оставить? Ну, я не знаю. Не могу сказать, что это прям неправильно. Я, конечно же, хочу увеличить свой чек. То есть, если, допустим, я буду получать в три раза больше за авторский надзор, я совершенно не буду париться по тому поводу, что идут все бонусы заказчика. Но другое дело, что я не могу сейчас повысить чек, потому что, ну, люди будут, с сожалению, от моих услуг отказываться. Просто это происходит даже сейчас, когда они говорят, ой, мне так нравится, но не могу тебе позволить. Смотри, то, что ты говоришь, человек отказывается от твоих услуг, или ты не хочешь брать деньги за то, что работаешь, это уже в категории относится внутренних каких-то установок или непонимания, как мыслят клиенты. Вот это уже, то, что ты сейчас говоришь, это реально там психологические там блоки некие, которые надо просто убрать и которые можно сделать так, чтобы клиенты у тебя покупали. Это вопрос всего лишь продаж. Как ты сама ценишь свою услугу, из чего она состоит, насколько ты понимаешь, и что она цена. Это делается достаточно просто через объяснение. Но сначала надо объяснить себе, что все это ценно, что все это важно, все это нужно. Сейчас ты сама не веришь в то, что твои услуги стоят денег, и что они цены. Конечно, клиенты и не покупают. То есть, если ты сама транслируешь, что это важно и нужно, клиенты, смотря на тебя, тоже видят, что это важно и нужно. Когда ты сейчас говоришь, я не вижу ценности в этом, и клиенты не видят, и, конечно, они покупают. Проблема в том, что у нас еще этот рынок, он не очень цивилизованный. То есть, не со всеми заказчиками, то есть, не со всеми партнерами возможно такая красивая цепочка, когда получается, что ты работаешь реально как контрагент, привлекаешь заказчика, демонстрируешь ему преимущество работы именно с этим поставщиком и, в общем, совершаешь продажу. И все это остается в таком виде, когда действительно чувствуешь, что ты проводишь какую-то работу во благо себе и заказчику. Бывает, что нет уверенности. Ты рассказываешь историю, потому что почему у тебя не получается. Я тебе говорю, это работает, это получается. В каждом городе, в нашей стране, у меня есть дизайнер, и вообще много дизайнеров. Я всех обучил этой технологии, кто хотел обучиться. И у них в каждом городе работает эта тема. И в каждом городе есть люди, которые говорят, у нас это не работает. Вот у кого не работает, у того не работает. А у кого работает, у того работает. И кажется, это дело не в городе или не в клиентах, или не в том, как принято. А дело где-то в другом. Вот здесь. Да, но где-то мне это реально кажется неправильно. В некоторых ситуациях это кажется... Я тебе об этом говорю. Особенно, когда партнеры предлагают свой процент накинуть сверху. Мне кажется, это вообще... Решение. Это не надо делать, конечно. То есть, твое должно быть решение в этом разобраться и проработать. Понимаешь? Если ты хочешь разобраться и проработать, то все будет. Этот вопрос кажется на фоне всех остальных таким несущественным, что... Почему? Это существенно. Почему? Потому что он по пониманию, как ты работаешь, и много денег у тебя идут, половина денег у тебя идет с комплектации авторского. Потому что ты берешь деньги, первое, с клиента за комплектацию. Второе, это ты берешь поставщиков за привлечение клиентов. И третье, за авторским надзор управления строительством. И это у тебя половина бюджета всего. И то, что ты отдаешь скидки клиентам, это тоже вопрос, зачем ты это делаешь. Они тебя просят, требуют, ты думаешь, по-другому ты не продашь. Это тоже очень большой вопрос к тому, как ты видишь свою услугу, как ты видишь свой продукт, и как ты его позиционируешь. То есть, делаешь ты это не потому, что... Ты прям... Ну, короче, из того, как ты мыслишь сейчас, это необязательно. То есть, изменив способ презентации, способ мышления и понимание, как мыслят клиенты сами, что им ценно, а что им нет, ты сможешь повысить свой доход, даже не меняя аудиторию. Сразу же, просто изменив мышление в два раза, просто ничего не меняя. А если сменишь аудиторию, то больше. Сколько у тебя получается в месяц благодаря такой теме? Порядка 200 тысяч. 200. Вот. Ты... Ну, то есть, то, что ты рассказываешь, я думал, где-то 500. Вот реально 500 ты не дорабатываешь. Точно. А так потенциал, если ты сменишь еще аудиторию, там меньше миллиона нельзя зарабатывать. Ну, вот, в следующей аудитории. И вот это то, что вот разница между 200 и 500, она мышление. А между 500 и миллион, она в смене аудитории и бренда. Если ты просто поменяешь бренд, у тебя будет не 500 все равно, а 300. Потому что предыдущие вот эти вот темы, они, ну, вот они будут мешать. Тебя не пропустят дальше. Именно вот это вот отношение к ведению проекта, авторского надзора, деньги и все, все, что с этим связано. Ну, хорошо. Но все равно же, должны же быть клиентам какие-то бонусы дополнительные от сотрудничества с дизайнером. Разве нет? Давай так, если ты хочешь с этим разобраться, мы сейчас, ну, увидели эту тему. Если ты хочешь с этим разобраться, там, приходи, тогда, ну, побеседуем. То есть просто мы нашли именно вот эту тему, именно вот с этим тебе надо. И теперь у тебя будут возражения, ограничения. То есть надо прям все с этим проработать. Ты мне сейчас можешь много вопросов задать, можешь написать список, написать мне список всего вообще, что тебя волнует по этой теме. Да, но. Начни с ситуации, да, но. И там напиши все да, но. Я тебе могу все разобрать, показать, как мы это делаем, как делают мои клиенты, как делают это уверенно, четко, классно, и клиенты рады платить. Они, знаешь, как говорят, 10% за то, что вы делаете, это безумно мало. Вы 15 и больше готовы. Пожалуйста, избавься от нас, от этих потенциальных проблем. Вот как должно быть. И они счастливы тебе платить деньги. Они с удовольствием платят эти деньги. Если ты правильно себя позиционируешь. Они считают, что ты помогаешь им очень сильно. А не убеждаешь, что тебе надо там заплатить непонятно за что. Это вопрос презентации и понимания твоей продукта. Вот это могу тебе дать. То, что у меня сейчас, твердое убеждение, что при работе напрямую с клиентом в реализации авторского надзора мы должны получать оплату своего труда и обязательно, обязательно предоставлять заказчику лучше ценовое предложение. это неправильно. Но это твое убеждение. Да. Но мне кажется, оно таким естественным... Нет? Я понял. Давай так тебе скажу. Просто можно так не делать. И более того, можно заказчику сказать и объяснить, что минимальная стоимость проекта или минимальная стоимость закупки это не самое выгодное. Или сделать так, задавая вопрос, что он сам тебе скажет, что нам не нужно самое дешевое. Это, конечно, не самое дешевое. Лучшее ценовое предложение в этом сегменте, которое интересует. То есть без ущерба качества. Да. Да, примерно так. Там есть нюансы, как это сделать так, чтобы клиент увидел как прям детально, что именно это нужно. То есть не лучшее, ты не отвечаешь за лучшее ценовое предложение, ты отвечаешь за процесс, который обеспечит ему выбор из лучшего. И ты показываешь, что ты обязанность берешь на себя какую-то определенную. И ты работаешь как эксперт, так и не как гарант, который сделает там все в лучшем виде. По-другому ты себя позиционируешь. И вот это позиционирование, оно очень важно для клиентов. За такое позиционирование они готовы платить. Они мало платят людям, которые подстраиваются под них, делают все, как вот ты скажешь. Они много платят, когда видят в лице эксперта и что хотят с таким экспертом работать, такому довериться. В этом суть основная. Переговоры, продаж и работы. И вот твоя задача получить такие качества, навыки, что ты беседуешь с клиентом и он понимает, что да, все, я понял, все это нужно, все очень круто, сколько надо, готов заплатить. Без всяких но, без всяких условий. Он видит себя и платит себе просто за факт твоего существования в его проекте, потому что он верит, что наконец-то он нашел того самого специалиста. Это вопрос как раз в бренде. Вот в этом у тебя основная вот тема, то, что вот мы пришли. Как я вижу. Я бы с этим работал. Я это видел много раз и именно это меняется. У нас вот когда Лена Крылова была, то есть она с премиум проектами работает, у нас был выезд на Таиланд, мы делали тренинг. И она вот тоже вот с этим не понимала, как делать. Я говорю, сделай вот так. Она говорит, так они откажутся. Я говорю, нет, просто возьми, сделай. Она позвонила клиентам. Они сказали, ну да, хорошо, давай сделай так, как ты хочешь. Вот. У нее из 10 клиентов только двое сказали, не подходят. Она сказала, ну ладно, тогда по старому. А 8 согласились. И она в моменте заработала кучу денег. Я вообще не думал, что так можно. Я говорю, ну вот. Она и предложила комплектацию, делала по другому формату, что они будут платить. Она говорит, ну да, Лена, действительно разумно. Давай мы тебе заплатим. Говорит, почему я раньше этого не делала? Понимаешь? Понимаю, что что-то надо делать. Потом презентовать. Да. Пиши мне список своих вопросов, возражений. Я, если смогу тебе помочь, приглашу тебя на встречу и развею все их. Потом можем даже сделать, чтобы у тебя это все проработало. Окей? Хорошо. Хорошо, Лена. Спасибо. Было тебе полезно? Спасибо. Конечно. Безусловно. Что делать будешь? Думать для начала. Думать, писать. Вопросы. Да, напиши вопросы, пришли. Хорошо, спасибо. Так, ребят, у нас час прошел. Как, не устали? Кого-то еще разобрать? Давайте еще кого-нибудь. Успеем? Одного? Или все? Кто хочет еще? Динара подключилась, да? Привет. Ну вот, давай Динару. Включи, пожалуйста, звук. Добрый день, Станислав. Привет, да. Очень приятно. Расскажи о себе, что хочешь, какие задачи ставишь. Я дизайнер интерьера, работаю пять лет. Сейчас я понимаю, что мне нужно вот все. Мне нужна система, и вообще я как-то, как белка в колесе, вот кручусь, и, как сказать, нет ни дохода, ни особо каких-то проектов интересных. А заказы? Клиенты есть? Посмотрите, у меня заказы есть, клиенты есть. Просто я год как бы в декрете была, и я поняла, что я прям хорошо назад откатилась. И вот до этого как будто я шла-шла потихонечку, и потом я раз и вообще как-то вот. Что значит откатилась? Много, да? И проекты какие-то эконом. Что-то хочется менять, а хочется надо, наверное, все. Я не знаю, что. Хорошо. Давай поймем, что хочется сначала. Потому что все, что надо делать, оно исходит из того, что нам хочется, и во что мы верим. Если мы верим, что у клиентов есть деньги, они будут нам платить. У них будут деньги, они будут нам платить. Да, если мы хотим бизнес или премиум клиентов, мы себя позиционируем и работаем с бизнесом премиум. Вот что тебе хочется? Давайте хотя бы, наверное, с бизнеса начнем. Давайте. Ну. Что такое бизнес-клиент? Для меня это, наверное, с комплектацией, чтобы, ну, хорошие деньги падали. Готовы брать комплектацию? Дополнительные деньги. Я вот предыдущий ваш разбор слушала, и я тоже понимаю, конечно, я беру с поставщиков деньги, но и до этого я вас слушала, что плюс еще надо накидывать, я вот не знаю, не могу сказать, тоже, наверное, вот этот блок есть. Накидывать не надо. Ничего накидывать не нужно. У вас книга моя с девушкой? Энциклопедия. То есть у меня нет дизайна и комплектация. Кстати, Лена, у тебя есть книга? Динара, есть книга моя? Там я писал. Собственно, технологии. Вот самое лучшее, что можно сделать. Василина, скинь, пожалуйста, ссылку. Там 500 страниц, описана вся технология. Суть не в том, что ты накидываешь или скидку на накидку, а суть в том, что ты объясняешь, из чего состоит состав услуг, как это делается, почему это важно, и продаешь клиенту идею, то, что именно эту часть надо делать, и спрашиваешь его, нужна ли тебе будет помощь в том, чтобы это делать. А если это не сделать, то есть очень большой риск сделать не так, как у тебя на картинке, не функционально, некачественно, с потерей денег. То есть кто-то за это будет отвечать. Либо сам клиент, либо прораб, либо вы. И вы всего лишь спрашиваете, понимает ли он, нужна ли ему помощь в том, чтобы это все провести. Если он не понимает, конечно, он не готов платить. И, конечно, у него нет ясности, собственно, как, ну, зачем ему платить. Потому что мы не объясняем. Это наша недоработка. Поэтому накидывать не надо, надо спрашивать, нужна ли помощь. А если помощь нужна, он сам будет счастлив заплатить. Не накидка. Никаких накидок. Поэтому здесь можно спокойно. Давай еще раз про бизнес-клиенты. Каких ты хочешь? Сейчас, как сказать, у меня клиенты такие, эконом. Я работаю очень много. И я понимаю, что на всю вот эту ситуацию у меня есть небольшая команда. Я в ней кручу. Вопрос. Давай еще раз. Смотри. Вот давай про образ мышления мы говорим. Я же тебе вопрос другой задал. Я тебя спросил. Как ты хочешь. Ты рассказываешь мне истории, как у тебя сейчас. Зачем? Это будет потом. Ну, если нужно будет. Какая разница, как сейчас? Как я хочу. Иначе ты из этого не уйдешь. Почему я это останавливаю? Потому что если ты фокусируешься на том, как у тебя сейчас, проблемы, ситуация и все остальное, это автоматически решится в тот момент, когда ты решишь, что тебе нужно. Пока видение, что тебе нужно, нет, ты не понимаешь, как ты хочешь. Ты не можешь план построить. Ты в любом случае копаешься вот то, что ты сейчас объясняешь. Вот ты нам тоже об этом рассказываешь. Это никому не интересно. Интересно, какая ты настоящая? Куда ты идешь дальше? Расскажи. Вот. Чтобы у меня была команда побольше, клиенты были бизнес. Давай начнем с клиентом. Команда – это тоже способ. С какими клиентами и проектами ты хочешь работать? Клиенты, чтобы были бизнес. Чтобы то, что я, допустим, вижу, закладываю в проект, чтобы все это мы понимали. Чтобы я могла красивые там рилсы снимать, сторис какие-то красивые могла снимать, чтобы вот это все было красиво и мне это нравилось. Чтобы это все было богато, дорого. Супер. Сколько стоит проект и сколько стоит твоя работа в идеальной ситуации? Когда мы придем к этому? Мы как будто уже там. Опиши, как будто ты уже там. Я сейчас объясню одну важную мысль. Мы, когда строим себе стратегию продвижения, бессмысленно строить ее на том, что у нас и так есть. Потому что то, что у нас и так есть, ну, оно как бы и так вот вокруг нас. Мы можем вот только масштабировать. Но если мы строим стратегию по масштабированию, куда логичнее строить стратегию масштабирования для новой темы, которая в удовольствие нам. Где у тебя вдохновение? Потому что процесс построения этой системы, он одинаковый по сложности. И скорости, и долгости. Мы просто видим, как мы хотим, и под это видение строим себе позиционирование. И, о чудо, к нам приходят люди, которых мы и хотим. Поэтому лучше всего писать, как бы мы хотели. Сколько твоих клиентов, что за объект, да? Сколько метров, сколько они стоят, эти объекты, сколько они будут вкладывать клиента в дизайн? 200 квадратных метров, коттедж двухэтажный, проект стоит, в рубли же надо сказать, в рублях. можно в долларах. 500 тысяч рублей. И в реализации сколько стоит? Сколько клиент вкладывает в дом на 200 метров? вкладывает... вкладывает... сейчас это... 100 миллионов... 100 миллионов тенгет, получается. 200 миллионов. Нет, вру я. Сколько? Сколько метров стоит? Квадратный метр? Да. Квадратный метр стоит... 20 тысяч рублей. 20 тысяч. Ну, это недорого, это эконом. 20 тысяч. Это самый экономный будет. 50 тысяч рублей. 50. Чуть-чуть получше. Бизнес-класс начинается там 100, 150, 200. Ну, 150, вот минимум, наверное. То есть, 50 это тоже эконом плюс. Уровень Икеи. Нормально? Да, нормально. Хорошо. Это вот то, что ты бы хотела. Отлично. Тогда получается 200 метров, это сколько? По 50 тысяч. 10 миллионов стоит дизайн, да? Ага, отлично. Хорошо. Есть ли у тебя такие уже проекты? Опыт в создании таких проектов? Нету. Нету. А какие есть? Есть экономный, экономный, минусный. И квартиры, наверное, не дома, да? Нет, дома есть, но... Есть. Меньше. Меньше бюджета. Хорошо. Так, давайте я расскажу, что делать, когда ты хочешь дальше. Неважно это сколько. И, кстати, в твоем случае тоже это только вмышление, потому что без разницы, будешь ли ты делать... Если у тебя нету опыта в создании за 50 тысяч рублей домов, то у тебя нет опыта и в создании домов за 200 тысяч рублей и 300 метров. То есть и там, и там опыта нет. Понимаешь? И тебе все равно учиться надо. Если учиться, то без разницы, чем учиться, у тебя время не занимает одинаково. Хоть премиум дизайну, хоть бизнес дизайну. Просто ты другую тему изучаешь. Это вот надо понять. Первый смысл такой. Вот. Поэтому смотри, стратегия, когда у тебя нет того, что ты хочешь, это переход на следующий уровень. Какие стратегии? Во-первых, это не страшно. Не то, что не страшно, это так и должно быть. Мы всегда, когда растем, мы делаем то, что мы не делали никогда. То есть надо осознать, что мы хотим туда попасть. Что для этого нужно? Для этого нужен опыт создания такого проекта. Для этого можно взять либо клиента такого, уже взять, и сделать ему либо бесплатно, либо там по минимальной стоимости, либо за опыт, либо с кем-то проработать в партнерстве с этой темой, либо просто самостоятельно в стол нарисовать. Вот просто взять, в 3D нарисовать, как ты видишь. Либо еще можно вообще подобрать просто в интернете стиль, который ты хочешь делать. И не надо говорить, что ты делал эту квартиру, этот дом. Надо говорить, это мое видение. Я хочу работать с такими проектами. Ты публикуешь и посылаешь во Вселенную, в эфир, именно твое видение, как ты хочешь работать с этим проектом и почему. Вот ты сейчас не мыслишь на систему выше 50. Ты говоришь, мне нормально 50. Но если ты захочешь, допустим, изучить проекты, которые 200 с плюсом, то, что мы только что обсуждали в предыдущем с Еленой, у нее есть видение точно. И теперь смотри, это же твое решение. Всего лишь твое решение, что ты будешь изучать. Ты же можешь связаться с Леной, можешь не с Леной, можешь еще с кем-то, можешь сама поизучать. То есть ты можешь изучить новую тему и сразу же поставить себе ценник выше. Я не говорю, что так надо делать. Я говорю, что это возможно делать для тех, кто хочет и принял решение именно работать. Если ты принимаешь решение работать с 50, то то же самое. Ты просто изучаешь те объекты и те проекты, которые стоят 50, и то, что ты еще не делал. То есть смотришь, как они выглядят. Именно находишь паттерны, находишь в Пинтересте какие-то картинки, смотришь проекты других дизайнеров, которые уже это делают, и находишь закономерности. И понимаешь, могу ли я это сделать или нет. Если да, то ты берешь проект мечты в коттеджном поселке и просто рисуешь там гостиную, кухню, столовую. Так, как ты видишь, если ты хочешь рисовать. Можешь не рисовать, можешь просто взять планировку и объяснить. И это начинаешь транслировать. И вот этот контент, который ты будешь делать, который ты будешь транслировать в эфир, в блоге, в рилсах, в сторисах, везде, ты говоришь, я работаю с этим. Так и кажется, что все твое визуальное сопровождение и смыслы, которые ты транслируешь, они будут связаны с этим проектом. И одновременно это будет привлекать тех людей, которым это важно и ценно. Они автоматически будут привлекаться, потому что они автоматически листают ленту и автоматически привлекают то, что им важно. Единственное, что тебе останется сделать, это сформировать уникальность. Отличие. В чем твоя уникальность? Я располагаю к себе людей. Почему? Ну, особенность, наверное, уникальность. Это выражается, что они, как это в мире можно увидеть? Ну, если, допустим, я с клиентом, допустим, даже бизнес-сегмента, я могу свою услугу продать. В принципе, если вот пришел клиент, я могу расположить. Хорошо, Динера, давай вот как сделаем. Я спрашиваю, в чем уникальность? Не для того, чтобы ты продавала. Это понятно, что ты можешь продать или расположить клиента. Это все хорошо. Наша первая задача привлечь клиента. И он еще нас не знает. То есть ты не можешь написать «Я уникальна, потому что я располагаю людей». Он тебе не поверит. Тебе нужно что-то другое дать, чтобы он сам на своей шкурке почувствовал, что это так. А для этого нужно, чтобы он с тобой повзаимодействовал. Ну, пришел к тебе и встретился. А для этого нужна причина с тобой встретиться. И вот причина эта будет чаще всего заложена в твоем проекте, в твоем видении, в твоем рассказе об интерьере. Вот как только что мы говорили с предыдущей Еленой, она говорит, у меня именно вот ключевое, что не только красиво, но и функционально. Это тема для рассказа. Вчера мы разбирали девушку, у нее там тема была с тем, что она печатает в журнале интерьеры обязательно. И клиенты говорят, что это важно. Потому что обычно, когда не доделывают квартиру, там какие-то провода торчат. Стандартная история. И в итоге оно висит всю жизнь, там 10 лет, пока уже не сменят квартиру. Ну, такая боль есть. И она ее закрывает. Она говорит, пусть мы повесим брак какие-то другие, даже если там денег нет, но чтобы оно было завершено. И наша задача идти к публикации, чтобы вы удивили себя и удивили своих клиентов. Почему это важно? Потому что в ценностях ее клиентах, именно в ее клиентах, в ее ценности, это быть уникальным. По системе Best она выбирает больше всего быть отличительным, уникальным, ну, как лидером, то есть что-то такое. Да, им важнее показать себя, нежели там какой-то функционал. Это другая ценность. И вот тебе нужно понять, какая твоя ценность, как пройти уникальность. Уникальности всего четыре вида бывает. У нас там есть тоже видео по этой теме, там система Best. Вот, можешь ее посмотреть и найти. Найдя уникальность, сформулируешь, собственно, почему к тебе идти и начнешь транслировать это в контенте, в создание вот этих проектов, интерьеров, которые ты хочешь делать. И ты говоришь, мы их делаем с той уникальностью, которая важна для тебя, найдя в себе ее и найдя в клиенте. Скорее всего, у тебя есть личное общение, какое-то обаяние, какое-то вот чувствование, может быть, личный дизайн. Но мы этого точно не знаем, это надо прочувствовать. И потом это перенести на контент. Ну, вот этот вот процесс, который, собственно, надо сделать. Надо найти и сделать в процессе поиска себя. Вот это тоже мы можем помочь, либо я там, либо наши наставники могут помочь в этом процессе. То есть, мы этому обучаем. Там, в течение года можно все это делать с нами. Вот так. Вот если будет желание, тоже тогда, ну, придешь, пообщаемся по этому поводу. Хорошо. Так. Собственно, наверное, все. Спасибо. Пожалуйста, да, спасибо всем. Так, ну что, есть какие-то еще вопросы? Ребята, девчонки, если есть, то спрашивайте. Если нет, то было очень приятно сегодня с вами пообщаться. Уверен, что было полезно. Посмотрите на себя и на других. Кто смотрит нас в записи, тоже приходите на разборы. Да, у нас весело, интересно. Находим стратегии. И те, кто хочет уже реализовать, то приходите в наше сообщество. Мы сделаем это вместе с вами, с нашими наставниками, экспертами 7 на 7. Кто хочет выйти на там сумму 1-миллион. Кто больше миллиона уже нацеливается и хочет со мной работать, то можно со мной тоже поработать. Помогаем тем, кому можем помочь, кто готов меняться, внедрять и делаем это через разборы. Поэтому приходите на разбор, сделаем вам результат, заработаете денег и пойдете к своей мечте. Это всегда возможно. Мешают нам только страхи, проблемы, которые мы убираем моментально. Все, всем спасибо и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok